В Польше гномы, в Исландии эльфы, в Ирландии лепреконы, а в норвежских темных холодных лесах живут тролли. Говорят, что ради собственного пропитания они охотятся на людей. Местные побаиваются встречи с ними, а вот туристы просто мечтают заполучить себе собственного тролля. Фигурки этих существ продаются здесь практически в любом магазине. Но выглядит она страшновато. Чтобы этого не произошло, норвежцы советуют придерживаться определенных правил. Есть один способ, как избежать столкновения с троллем, показать ему крест, бояться креста. Что это за легенды странные? Но как бы там ни было, тролли чуть ли не национальный символ. Это что-то, которое люди связывают с Норвегей. Это приводит солнечный день в день и смысл. Не знаю, насколько эти страшные фигурки перенесут какой-то свет в мой день. Особенно эти бабушки со страшными волосами. Мне эти тролли как-то не кажутся милыми. Они какие-то все-таки страшные. Их носы, животы. А вот вообще двухголовый. Фу, какая ужасная девочка. Фу. Фу. Подарю какой-нибудь, может, своей страшной подружке. А мне нет страшных подружек. Поэтому живи здесь и говоря себе в носу. Есть, конечно, и посимпатичнее. Например, такие малыши. Или эти. Ну, прям символ любви до гроба. Выглядят добрыми. Скорое будущее Антона Лаврентьева. Ну, вылитый. Ну, вылитый. Пив. Фишка этих фигурок в том, что они очень прочные и совсем не бьются. Действительно, все на месте. Можно ронять сколько хочешь. Помимо всего прочего, тут есть, значит, кружки с троллями. Магнитики тролля. Занимающиеся непристойными делами. А еще блокноты, салфетки, книжки с легендами и сказками. Ручки и карандаши. В общем, все, что хотите с троллями, все тут есть. Кстати, отличный подарок для тех, кто сам является троллем. Купите троллю тролля. Потрольте его немножко. У меня как раз есть такой дружок. Любитель всех вокруг потроллить. Возьму ему вот такого. Он какой-то самый смешной. Тролль в дереве. Классный. Вот это классный. Троллей. 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 Субтитры сделал DimaTorzok